Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на новой неделе в Директ-Академии. Как хорошо меня видно и слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня нормально. Спасибо, коллеги! Добрый день, сегодня у нас вебинар, посвященный Библиошколе. Это один из проектов Директ-Академии. И называется он «Открываем мир чтения с Библиошколой». Сегодня наша ведущая вебинара Наталья Башкова, редактор издательства Директ-Медиа. Но прежде чем предоставить ей слово, как всегда, несколько слов от Директ-Академии скажу я. Ну, во-первых, я хотел бы поделиться с вами радостью. Вчера Директ-Академия получила Вики-премию в номинации «Открытые знания». Нам вручили вот такой вот замечательный кубок, на которых написано «Открытые знания». Так что теперь вы точно находитесь в хорошей компании. И это подтверждено сторонними, так сказать, коллегами нашими. Вот, ну что ж, долг, да, вот именно по этому поводу я сегодня здесь нахожусь в майке от Википедии. Вот, мы много работаем с Википедией, приглашаем их на наши вебинары. Вот, размещаем наши все вебинары, не только википедийные, все под открытые лицензии, под лицензии Creative Commons. Поэтому действительно, я думаю, что для свободы знаний мы делаем достаточно много. Ну что ж, посмотрим в самое начало нашего сегодняшнего чата. Там я привел четыре полезные ссылки. Первая из них ведет на наш основной сайт, на главную страницу, где вы можете зарегистрироваться на все онлайн-мероприятия до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на нем хранится уже 480 записей наших вебинаров. Мы приближаемся к цифре 500 заветной. Вот, запись этого вебинара тоже ведется, и если кто-то не сможет посмотреть до конца, сможет посмотреть его в записи. Предпоследняя, третья ссылка – это страница наших онлайн-курсов. У нас сейчас вот идет два онлайн-курса. Один курс Натальи Логачевой, посвященный эффективной диссертации. Второй заканчивается курс Марины Орешко, посвященный информационным технологиям библиотеки. Ну а вообще у нас там предложение 11 разных курсов. Последняя, четвертая ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара. Еще несколько объявлений. Я хотел бы попросить вас, ну по крайней мере тех из вас, кто имеет Google аккаунт или кто не прочего завести, принять участие в голосовании. Мы весь апрель и начало мая собирали темы вебинаров, которые предлагают наши слушатели. Вот. Теперь в конце мая, как я и обещал, мы проводим голосование. Раз, два, три. Раз, два, три. Зависло у всех или только у Людмилы Васильевны? Не зависло, да? Ну тогда рекомендация перегрузиться тому человеку. Людмила Васильевна, перегрузитесь тогда, пожалуйста, если слышите меня. Просьба принять участие в голосовании и выбрать из набора тем вебинаров те, которые вам интересны. Победителям, трем победителям мы предоставим слово в июне для того, чтобы они провели свои вебинары. Как, собственно, это было в прошлом году. Сегодня мы, в этом году мы второй конкурс устраиваем подобный. Вот. Ну и последнее. Я хотел бы анонсировать три следующие темы вебинаров, чтобы вы могли зарегистрироваться прямо отсюда, если вам будет интересно. Итак, завтра, 28 мая, перед нами выступит наша постоянная ведущая по теме искусствоведения и истории искусства Марина Пивень. И ее вебинар «Мастера европейского модернизма» Пабло Пикассо «Камертон художественных исканий XX века». В среду, 29 мая, выступит тоже наша постоянная ведущая Татьяна Телегина и ее вебинар «Время, как оно есть. Тайм-менеджмент. Где взять время, когда его нет». Ну и по случайности, последний вебинар весны, он мой, и он тоже посвящен времени, но совсем в другом смысле. Я вам расскажу про таймлайны. Это такие интерактивные элементы, которые можно вставлять в свой контент. Тема называется «Таймлайн. Как придумать и создать учебную ленту времени». А вот у меня все, и я, наконец, передаю слово нашей сегодняшней ведущей. Наталья, прошу на связь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте, прежде всего, поздравить всех нас с замечательным днем, общероссийским днем библиотек. Очень приятно видеть заинтересованную аудиторию на нашем очередном вебинаре. Тема сегодняшней беседы достаточно широкая и дает нам возможность поговорить и о контенте, и о функционале электронно-библиотечной системы «Библиошкола». Эта библиотека, как вы знаете, разработана и поддерживается нашим издательством «Директ Медиа». Библиошкола – это инновационный образовательный ресурс, предоставляющий доступ к методической, учебной и познавательной литературе в режиме онлайн-чтения. Замечательно, если вы сейчас параллельно с моим рассказом сможете открыть наш сайт и пробовать его осваивать. У вас могут появиться вопросы, которые вы уже сейчас в живом режиме можете мне задать. Я постараюсь на них ответить. Более того, ваши вопросы могут повлиять на состав правил использования, то есть инструкции, которая размещена на нашем сайте. Может быть, то, что нам кажется очевидным и простым, для новых пользователей вызывает некоторые затруднения, тогда как нам несложно добавить и расширить справку пользования ресурсом. Наш адрес сайта на слайде слева вверху возле логотипа biblioschool.ru. Итак, перед вами главная страница библиошколы. Ее цель – показать разнообразие возможностей и состав библиотеки. Здесь вы сразу видите, что в библиошколе имеется и методическая литература. Это, например, слева желтый квадратик полка учителя, и учебники, и книги для внеклассной работы, и дополнительного образования, и аудиокниги. Наша библиотека имеет три вектора направленности. Она, прежде всего, предназначена для учеников начальной и средней школы, родителей. Они тоже найдут здесь достаточно большой массив литературы, полезной. И, конечно, школьных учителей и педагогов дополнительного образования. Также у нас есть блок литературы и методической, и детской для дошкольников и воспитателей. С главной страницы в него приведет кнопка «В помощь родителям». В него входит примерно, в этот раздел, входит примерно 700 книг. Обращаю на это ваше внимание, потому что, скажем, логопедическая литература, а также книги по внеклассной работе, для досуга, актуальны как для дошкольников, конечно, прежде всего, это старшие группы детского сада, так и для учеников младших классов. Такой охват аудитории достаточно широкий. Конечно, на одном портале соединить интересы всех обозначенных групп непросто, но мы к этому стремимся. Все издания представлены в нашей библиотеке на основе договоров с правообладателями на использование всех материалов. Также, конечно, здесь представлена и наша собственная литература, литература издательства «Директ Медити». Подписка к нашему порталу даст вам обогащение библиотечного фонда электронными ресурсами, а именно 15 тысяч книжных изданий, около 10 тысяч материалов иллюстративного. Это, прежде всего, карты, около 6 тысяч карт на нашем портале представлено, а также иллюстрации, которые вы можете увидеть. Они сопровождают книги, особенно классику, русскую и отечественную классику, иллюстративный материал к конкретным произведениям. Также мы имеем нотные издания, более трех тысяч таких изданий для трех музыкальных инструментов. Аудиокниги – очень богатый раздел, 2500 аудиокниг, самые разные жанры представлены, и не так давно этот раздел еще приятно пополнился, о чем я сегодня расскажу. Также в библиотеке есть школьные тренажеры и тесты. Контент библиошколы можно использовать и в школе, и дома, на всех устройствах, и персональные компьютеры, и планшеты, смартфоны без каких-либо ограничений круглые сутки. Конечно, разработано мобильное приложение к библиошколе, оно скачивается бесплатно, и вот примерно вы видите скриншоты, те же разделы, в целом все понятно и просто. Как можно подключиться к нашему порталу? В нижнем меню на странице библиошколы, это коричневое нижнее меню, имеется кнопка «Правила использования». Вот она выделена на слайде таким желтым прямоугольничком. И переходя на эту страницу, вот прям первый пункт – это «Правила подключения к библиошколе». Для юридических лиц, и также подписку могут оформить и отдельные люди, как физические лица. Обращаю ваше внимание, что юридическим лицам для ознакомления с нашим ресурсом мы предлагаем воспользоваться бесплатным тестовым доступом сроком на один месяц. То есть мы подписываем договор, и в течение месяца это вполне достаточный срок, чтобы вы могли сами оценить контент библиотеки, его функционал, и, соответственно, увидеть пути возможного использования нашего ресурса. Юридические лица переходят вот на такую вкладку, ее заполняют основные сведения, и после этого ваша заявка попадает к нашему менеджеру, который с вами связывается. Также хочу озвучить очень важную акцию, которая будет длиться все лето, до конца лета. Для детских публичных библиотек в течение лета подписка на наш ресурс предоставляется с существенной скидкой – 50%. То есть за полцены вы можете приобрести годовую подписку. Эта акция действует для детских публичных библиотек. Здесь вы видите также кнопочку, вот вверху она, переход к подписке для физических лиц. Раньше мы вынуждены были приглашать наших подписчиков в наш интернет-магазин, то есть на другой сайт, где можно было оформить эту подписку. Сейчас мы доработали наш сайт и оформили страницу прямо на портале Библиошкола, где вы можете подписаться как физическое лицо. Вот эта страничка перед вами. Вы можете выбрать срок подписки. Чем он больше, естественно, тем подписка будет обходиться дешевле. И оплатить в Яндекс.Кассе все достаточно стандартно, все пути оплаты действуют. Итак, переходим к характеристике нашего портала, нашего контента и всех наших возможностей. Мы работаем с широким кругом современных российских издательств. Как я уже сказала, работаем на договорной основе. И в нашей Библиошколе представлена литература таких издательств, как Белый город, Витапресс, Владос, Когита-центр, Ломоносов, Лаборатория знаний, Русское слово, Феникс, Флинта и многие другие издательства. Мы, конечно, стараемся подписывать долговременные договора, которые пролонгируются. Но вместе с тем нужно понимать, что контент любой электронной библиотечной системы имеет неизменное ядро. Это, прежде всего, наша классика гуманитарная, естественно, научная. А также небольшая часть, меняющаяся часть контента, она гораздо меньше. Но здесь уже книги могут приходить, уходить по часто независимым от нас причинам, потому что и сами издательства также имеют свои договора с авторами произведений. Поэтому какая-то часть, она меняется. Но вместе с тем мы стараемся стоять на страже интересов наших подписчиков. И если какие-то книги определенного издательства были доступны в момент вашей подписки, они могут пролонгироваться лично для вас, если вдруг наш договор с этим издательством заканчивается. Но опять еще раз повторюсь, мы стараемся все договора пролонгировать, поэтому здесь вы можете достаточно безопасно ознакомиться и уже надеяться на тот контент, который вы увидите на данном этапе. У нас на сайте есть отдельный сервис. Это в верхнем меню справа верхняя кнопка издательства. При наведении на эту кнопку мышкой выпадает список, и вы можете познакомиться как со всеми издательствами и там уже ориентироваться по алфавитному списку, либо выбрать раздел «Топ издательства» и увидеть список тех издательств, сотрудничества с которыми мы особенно ценим, и здесь посмотреть список тех книг, которые представлены на нашем портале. Также вы можете ознакомиться с книгами конкретного издательства через расширенный поиск. Там есть отдельное поле издательства и, соответственно, также увидеть книги того или иного издательства. Сначала мы поговорим о книгах, а затем уже о других видах нашего контента. Один из первых главных вопросов, который возникает у любого пользователя, который знакомится с нашим ресурсом, это как найти ту или иную книгу. Вы можете, конечно, прежде всего обратиться к нашему каталогу. Это слева фиолетовая кнопка, а также крутящиеся квадратики на главной странице. Это просто разные разделы нашего каталога. Либо, опять же, воспользоваться расширенным поиском. Но в расширенном поиске удобен поиск, если вы знаете название книги или автора, если вы ищете конкретную книгу. Здесь реализована достаточно множественная такая возможность выбора, множественный выбор. Здесь можно искать и по фамилии автора, и по названию книги, и издательства, классы, предметы. Вы можете задать временной диапазон, какие книги у нас есть или были изданы в конкретный период. Для этого нужно перемещать оранжевые движки, оранжевые кнопочки и, соответственно, выбрать конкретный, например, год. Например, вас интересует литература за последние 2-3 года. Соответственно, вы сужаете этот диапазон, и выгружаться будет только литература последних лет издания. В верхнем меню есть две кнопочки, зеленая и синяя. Это предметы и классы. Эти две кнопочки дублируют также возможности расширенного поиска. Если вы нажмете на кнопку предметы, то, соответственно, выберите из выпадающего списка, например, биологию, то перед вами откроется страница, где будут представлены все книги именно учебных жанров, то есть учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии и так далее. Там также есть возможность отбора по классам. Начальная школа, пятые и восьмые классы и старшие классы. В начальной школе единственное будет подгружаться некоторые книги художественного плана, художественная литература в связи с тем, что они находятся в разделе хрестоматия по литературе. А вторая кнопочка классы, здесь вы можете выбрать конкретный класс, но уже здесь вы увидите литературу по всем предметам, и там нет возможности выбора, то есть, например, в шестой класс и выгрузится вся учебная литература, вот именно предназначенная для шестого класса, опять же, где стоит, где проставлена самими издателями вот такая конкретная направленность, что это наручебники для шестого класса. Тогда, соответственно, наши администраторы ставят соответствующую галочку, и книга уже именно имеет свое конкретное предназначение по классам. Но чем более детально вы хотите задать ваш поиск, то, конечно, лучше воспользоваться расширенным поиском, здесь очень много возможностей отбора. Теперь познакомимся внимательнее со страницей описания книги на нашем сайте. Вы видите обложку книги, конечно, справа все основные библиографические сведения, и внизу три вкладки – аннотация, содержание, библиографическое описание. Ну, аннотация – это в целом понятно. Содержание здесь представлено интерактивное, то есть если вам, например, интересна конкретная глава этой книги, то вы уже из содержания можете нажать на конкретный номер страницы, и книга откроется в режиме чтения именно на выбранной вами странице, на выбранной главе. Библиографическое описание – это грамотно составленное описание данной книги с электронным адресом данной книги. Это очень удобно, все это можно скопировать, когда школьник или педагог готовит какие-то конспекты, доклады, соответственно, можно аккуратно оформить свой библиографический список. Также, наверное, на этой странице ваше внимание привлекли интересные иконки на обложке книги, одна из них такая желтая яркая иконка, и возле фамилии автора «Золотое перо», как мы называем эту иконку. Ну, начнем с авторов, поскольку книга всегда начинается с автора, и обратимся к нашему сервису «Авторы». В верхнем меню слева вы можете видеть кнопку, которая так и называется «Авторы». При наведении на нее мышкой выпадает список. Все авторы – писатели классики, именитые авторы и авторы нашего издательства «Директ Медиа». Вот три последние строки этого списка – это разделы нашего улучшенного специализированного сервиса «Авторы». Если вы нажимаете на раздел «Все авторы», то попадаете на достаточно стандартную страницу алфавитного указателя или поиска, где вы можете также, набирая фамилию, найти нужного автора. Ну, уже и здесь справа вы можете видеть большую такую длинную кнопку «Именитые ученые и писатели». Эта кнопка также приведет вас в наш сервис специализированный, сервис «Авторы». Что это за сервис и в чем его, так сказать, смысл, назначение? Дело в том, что книжное хранилище библиошколы содержит произведения более 20 тысяч авторов. И для того, чтобы наши юные читатели могли быстро и легко ориентироваться в перечне имен, редакторы библиошколы выделили более полутора тысяч фамилий выдающихся ученых, писателей, деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных. Этот золотой список нашего культурного достояния объединил и классиков, завоевавших мировое признание, и современных авторов, успешно пишущих на актуальные темы. Увидеть известные имена вы также можете и в общем списке. Вы видите, что некоторые фамилии здесь выделены жирным шрифтом. Это как раз фамилии таких авторов, выдающихся ученых, писателей, которые вошли в наш специализированный сервис. Здесь вы видите три крупных раздела. Вот сейчас мы с вами находимся в первом из них, писатели-классики. То есть это здесь представлены признанные мастера словесного искусства. Всего здесь три рубрики. Античные писатели, зарубежные писатели, российские писатели, детские. Как раз вот открыт раздел детские писатели, поэтому последняя рубрика не видна. Еще одна рубрика пятая – это филологи, то есть это литературоведы и литературные критики. Следующий раздел в этом сервисе – это деятели науки и культуры. Здесь каталог более обширный. Здесь выделены предметные рубрики, как естественные, точные науки, так и гуманитарные. Здесь и физика, химия, история России, педагогика, психология, философия, искусство. Здесь представлены имена художников, которые оставили нам какое-то литературное наследие. Это могут быть мемуары, стихотворения или какие-то теоретические работы. То есть по своим интересам школьник, зайдя в такой сервис, уже попадает в круг известных имен, выдающихся личностей, кто внес большой вклад в нашу культуру. И последний раздел – это авторы издательства Директ Медиа. Это авторы, которые сотрудничают с нашим издательством, то есть мы издаем их труды, и их книги пользуются успехом у читателей. Также вы видите слева достаточно обширный список дисциплин. Когда вы нажимаете на фотографию или на фамилию автора, то переходите на персональную страницу этого автора, и здесь получаете подробную информацию о нем. Конечно, будет обязательно представлен портрет или фотография, обозначены даты жизни и представлены биографические сведения из энциклопедий и справочников. Также чуть ниже мы видим обширный библиографический список трудов, а также перечень произведений, доступных на нашем портале. То есть уже прям со страницы автора можно перейти в режим чтения оригинальных трудов. Помимо основной статьи об авторе, которая здесь представлена, она одна представлена, даны ссылки на дополнительную информацию об этом авторе. Это на слайде справа внизу, из многочисленных справочных изданий, таких как литературная энциклопедия в 11 томах, биографический энциклопедический словарь, малый академический словарь, энциклопедический словарь Брагауза и Фрона, историческая энциклопедия и многие другие. Нажав на эти ссылки, вы попадете не просто на страницу этой энциклопедии, а на страницу именно этого автора в этой энциклопедии, соответственно, прочитать еще дополнительную информацию о нем. И, соответственно, вы можете достаточно быстро найти исчерпывающую информацию о выбранной выдающейся личности. Отличительным знаком всех таких авторов, именитых авторов, как мы их определили, является золотое перо, которое сопровождает их фамилии на всех страницах нашего сайта. И вот со страницы описания книги, если вы нажимаете на фамилию автора, то сразу попадаете на его персональную страницу, которую мы сейчас смотрели. Если же вы нажмете на перо, на иконочку вот этого золотого пера, то откроется страница каталога, а именно того раздела, в который входит данная персоналия. То есть если мы, Лев Николаевич Толстой, соответственно, попадем в раздел «Писатели классики». Еще одна иконка – это такая вот желтая иконка на обложке книг. Она также присутствует везде, где вы можете увидеть обложку, там в расширенном поиске, либо просто раздел просматриваете. Что она означает? Она означает, что в библиошколе к этой книге имеются дополнительные материалы. Вот на следующем слайде, видите, да, зеленым прямоугольничком выделен. То есть внизу под аннотацией, под тремя вкладками будет открыт вот такой раздел «Дополнительные материалы к этой книге». Здесь мы видим с вами вкладки книги, которые мы рекомендуем читать дополнительно к выбранной, аудиокниги, карты, иллюстрации и мультимедиа. При знакомстве с книгой в библиошколе читатель имеет возможность обогатить восприятие письменного текста. Он может обратиться к яркому иллюстративному ряду. Это портреты писателя, репродукции картин и книжной графики выдающихся художников, посвященных именно этому произведению выбранному. Здесь могут быть представлены фотографии, театральных постановок, кадры из фильмов, если были экранизации. Ну, сейчас мы с вами видим небольшие превью-иконки. При нажатии на них открывается каждая картинка, каждая иллюстрация открывается в большом формате. Их можно листать и просматривать уже в большом разрешении. Также, как дополнительные материалы, здесь представлены видеофрагменты из фильмов и театральных постановок. Это небольшие фрагменты для оценки, несколько минут, каких-то интересных, таких ключевых моментов произведения. Также могут быть представлены краткие пересказы произведения. Мы также, вот книги, я уже сказала, рекомендуем, дополнительные книги, которые рассказывают об эпохе или персоналиях выдающихся людей, о которых упоминается в выбранном произведении. Например, если мы читаем книгу «Война и мир», то мы предлагаем почитать дополнительные книги о Кутузове, Александре Первом и в целом о каких-то отдельных событиях, которые упоминаются в этом произведении. И, конечно, аудиокниги, представляющие это произведение в живом исполнении известных актёров и чтецов. Также ко многим книгам мы подготовили фильмографию, где подробно описываются все экранизации данного произведения. Таким образом, литературное произведение предстаёт в современной инновационной форме, как системы электронных форматов, где есть ядро текст произведения и его ассоциативное окружение, иллюстрации, аудиоверсии, видеоресурсы и так далее. И, конечно, тогда общение с книгой будет и более интересным, познавательным и более плодотворным. Дело в том, что в библиошколе имеются и регулярно пополняются отдельные сервисы, аудиокниги, карты. Например, наш аудиокаталог содержит и художественную, и мемуарную, и познавательную, и учебную литературу. Отдельный сервис карты содержит богатейшую коллекцию более 6000 учебных карт. Но для многих, большинства юных читателей, все эти разделы библиошколы существуют достаточно разрозненно, как-то сами по себе. И вот мы решили объединить наши разнообразные ресурсы, представленные на нашем портале, сразу на странице книги. И сделать максимально удобной навигацию и тем помочь нашим читателям. Ну вот, например, к книге «Война и мир» представлены несколько карт. То есть одновременно с изучением литературного произведения дети могут обратиться к просмотру карты, найти страну, город, место действия, описываемых событий. Вместе с героями разбираться в особенностях местности, следить за детальным ходом боевых действий. Конечно, восприятие книги становится намного и живее, и глубже. Еще один раздел каталога, о котором хотелось бы особо сказать, это «Христоматии по литературе». Как раз вот книги, которые сопровождают такие дополнительные материалы, они наиболее богато представлены прежде всего в разделе «Христоматии по литературе». И здесь мы выделили три рубрики «Литература для младшей школы, для пятых-девятых классов и для старших классов, десятых-одиннадцатых». В чем специфика именно такой формы подачи вообще этого раздела? Дело в том, что в нашей библиотеке мы стремимся представить творчество того или иного писателя максимально полным. То есть мы собираем практически полное собрание сочинений, критику о нем и отдельных произведениях и так далее. То есть это большой массив литературы, в котором юным нашим читателям не так просто сориентироваться. И поэтому была озвучена такая потребность организовать раздел именно «Христоматии по литературе», куда войдут конкретные произведения, то есть это, как правило, небольшие, маленькие файлы, но эти произведения входят в состав обязательной программы, либо как внеклассное чтение. Еще один раздел, тоже очень интересный, достаточно такой широкий, большой у нас на портале. Это раздел каталога «Периодические издания». Здесь представлено более 50 наименований периодических изданий по широкому кругу проблем образования и воспитания. База журналов постоянно пополняется как свежими номерами, так и новыми изданиями, то есть новыми наименованиями. Известно, что среди издательств, которые сотрудничают здесь, именно по разделу «Периодика» сотрудничают с нами, это «Школьная пресса», «Русская школьная библиотечная ассоциация», «Эксперт наука», «Спорт» и издательство многих университетов. Как вы знаете, во многих университетах издаются журналы по определенным сериям. И вот серии, скажем, «Педагогика», «Психология», вот такие серии мы стараемся обязательно приобретать и представлять в нашей библиошколе. Известно, что в современном мире преобладает тенденция высокой востребованности именно периодических изданий, даже по сравнению с иными жанрами научной и специализированной литературы. Читателям журналов доступны свежие новости, профессиональные инновации, емкие аналитические эссе, рецензии, тематические дискуссии. В библиошколе представлены как предметные журналы, например, биология в школе, математика в школе, физика для школьников, филологический класс и так далее, так и издание общепедагогического направления, например, школьная библиотека, психология обучения, дистанционное и виртуальное обучение, дефектология и многие другие журналы. Теперь мы посмотрим, обратимся к режиму чтения книги, то есть как книга представлена в нашей библиотеке уже именно в самом необходимом нам с вами режиме. Под обложкой мы видим с вами большую кнопку, большая зеленая кнопка «Читать», под ней «Загрузить в приложение», имеется в виду в мобильное приложение, и еще чуть ниже такая круглая кнопочка «Вызбранная». Если вы нажмете эту кнопочку, то, соответственно, в дальнейшем вы сможете быстрее находить нужную вам книгу через свой личный кабинет, где есть специальная вкладка «Избранная» и все книжечки будут там храниться, соответственно, под вашей, конечно, учетной записью, под вашим логином, паролем. Вот такой вот небольшой слайд, да, вот вкладка, и, соответственно, все книги, которые вы выбрали, будут храниться, и можно быстро их найти. Итак, вот перед вами на слайде режим чтения книги. Слева вы видите оранжевый блок, отзывы о книге можно почитать, если таковые оставляли наши читатели, общая информация о книге, конечно, все библиографические сведения. А вот следующие разделы – закладки и цитатник. Действительно, читатель может оставлять закладки, давать им названия. Эти закладки будут храниться в его личном кабинете, и он всегда быстро сможет перейти на нужную страницу любой книги, где он оставил такую закладку. Также читатель может ввести свой цитатник, и даже много цитатников по темам определенным. Читатель может скопировать какой-то фрагмент книги и загрузить в такой вот цитатник. Он тоже будет храниться в личном кабинете. Более того, этот цитатник можно и впоследствии что-то исправлять, дополнять, можно его скачать к себе на персональный компьютер и вообще использовать для рефератов, конспектов и так далее. И мы также посмотрим чуть подробнее в верхнюю панель режима чтения книги. Она расположена над текстом книги. В целом здесь, конечно, легко сориентироваться на ведение. Если вы наведете мышкой на ту или иную иконку, то появляется поясняющая надпись. Ну вот слева направо мы с вами видим поиск по книге, по ключевым словам. То есть поиск не по сайту в целом, а именно по тексту данной книги. Затем быстрый переход на нужную страницу листания книги. Затем кнопки инструменты масштабирования. Можно увеличить текст, уменьшить, сделать полноэкранный режим. И последнее справа это кнопки скрыть, показать текст страницы и возможность распечатать. Ну здесь, как вы понимаете, конечно, есть свое ограничение. Как защита авторских прав вы можете скопировать не более 10% книги. Ну вот несколько слов о кнопочке, которая может оказаться очень полезной. Это кнопка рядом с печатью, она выделена на слайде. При нажатии на эту кнопку, как бы поверх страницы PDF, поверх страницы книги, появляется такой листик блокнота, где текст данной книги представлен не отформатированный, но зато его можно свободно копировать. Вы можете скопировать нужный кусочек и поместить к себе документ на своем компьютере или оформлять цитатник у нас на сайте. Ну вот, наверное, это основной функционал. Здесь все в целом понятно. И поэтому мы дальше обращаемся к следующим нашим сервисам. Это обучающие мультимедиа. Это верхнее меню, справа – малиновая кнопка. У нас представлены аудиокниги, тренажеры, карты. И вот мы сейчас их чуть подробнее познакомимся с ними. Наш аудиокаталог содержит 2500 аудиокниг. Это и художественная, и мемуарная литература, познавательная, учебная. У нас есть радиожурналы, книги на иностранных языках, музыкальные сказки, спектакли, занимательные программы. Советуйте детям слушать живой голос и эмоциональный рассказ. Помогите им прикоснуться к правильной русской речи. Профессиональное чтение известных актеров и чтецов, четкая речь, неспешный темп, богатство интенсионных красок. Сделают прослушивание аудиокниг запоминающиеся и приятные формы обучения и полезным досугам. Этот раздел у нас также постоянно пополняется. Буквально на днях мы завершили выкладку 350 произведений музыкальной классики. Они объединены серией «История музыки в шедеврах». И наши читатели, превращаясь в наших слушателей, могут услышать в качественной записи арии, дуэты, романсы, вальсы, мазурки, концерты любимых композиторов. Глинки, Мусоргского, Прокофьева, Рахманинова, Свиридова, Малера, Паганини, Штрауса и многих других композиторов. Музыкальные произведения представлены также в тематических блоках. Русская духовная музыка, русский романс, испанская музыка, итальянская опера, классическая оперета, органная музыка, средневековая церковная музыка. Наш аудиокаталог достаточно большой, и сейчас я рассказала буквально вот о последней нашей новинке. Карты. Карты, как отдельный сервис, также имеют свой внутренний каталог, достаточно обширный. Вот справа на слайде вы видите, у нас представлены атласы старинные, это буквально там 16-17 век есть, очень в хорошей сохранности интересные атласы. Также астрономические, геологические, демографические, исторические, экономические, ну конечно общегеографические и многие другие карты. Они открываются в большом разрешении, поэтому достаточно подробно и удобно им пользоваться, и все хорошо видно. Тесты. Следующий наш раздел в обучающих мультимедиа. Тесты у нас разделены на две большие группы. Это тесты для школьников при подготовке к экзаменам, к ЕГЭ. И второй большой раздел для повышения квалификации учителя. В этом разделе представлены тесты на основе книг, литературы, учебной литературы уже для высшей школы. Поэтому если учителю интересно проверить, расширить свои знания, то тоже можно воспользоваться такими тестами. Ну а для школьников представлены тесты по всем основным дисциплинам. По каждой дисциплине составлено более 400 тестовых заданий. Это, конечно, очень много. Тесты составлены на основе конкретного учебника, который изучается в школе. И поскольку заданий много, то, конечно, мы все их разделили на тематические блоки. Вот, например, на слайде тестовые задания по истории. И вы видите разделы Древняя Русь, Московское государство и так далее. И, конечно, в зависимости от того, что изучается, школьники могут испытать свои знания, потренироваться. У нас в тестах представлено три режима. Каждый режим отвечает своим целям. Режим обучения. Здесь вы ничем не ограничены. Временем никак не ограничены. Можно листать, читать, изучать эти тесты. И, как сказать, путем перебора найти правильный ответ. А уже режимы тестирования экзамена, они, конечно, более строгие. Они ограничены временем. И за это время ребенок должен ответить на максимальное количество вопросов. И следующий раздел – это тренажеры. В нашем каталоге около ста тренажеров по разным учебным дисциплинам. В том числе и для подготовки к экзаменам. Что такое тренажер? Это специальная программа. Мы даем доступ для скачивания тренажеров к главному лицу в вашем образовательном учреждении, например, библиотекарю. Дело в том, что эту программу достаточно скачать один раз. И далее уже учитель-предметник или библиотекарь могут разместить эту программу на школьных компьютерах для всех учеников. Там также есть интересные тесты и своя игровая оболочка, так сказать. Что особенно будет интересно детям в игровой форме нарабатывать учебные навыки. Все тренажеры пользуются большой популярностью. Следующий раздел, о котором особенно хочется сказать и обратить ваше внимание в каталоге – это раздел «Издательские коллекции». Он у нас очень сильно пополнился, существенно пополнился за последнее время. И чем «Издательские коллекции» отличаются от другого контента. «Издательские коллекции» – это новая форма презентации издательствами своих книг. У нас представлены коллекции таких издательств, как «Лаборатория знаний», «Школьная пресса», «Спорт», «Русское слово», «Просвещение». Эти коллекции, «Издательские коллекции» не входят в базовую подписку. Ее нужно отдельно приобретать. И можно приобретать как всю коллекцию целиком, так и по отдельным книгам. То есть вы составляете перечень необходимых книг и, соответственно, покупаете именно вот эти книги. Издательства в последнее время очень активно используют именно такую форму презентации своих книг, своей литературы в электронно-библиотечных системах. Ну, наверное, одна из причин этого – это возможность проводить более гибкую денежную политику, потому что если покупается вся коллекция целиком, то стоимость книги существенно ниже, чем если покупать отдельно каждую книгу. Здесь представлены издательские коллекции, их тоже два типа. Большая часть всех коллекций, которые у нас представлены, это обычный формат PDF. То есть вы покупаете эту коллекцию, и книга доступна на нашем портале, так же, как любая другая книга из других разделов. Но есть и другие издательские коллекции. Здесь вот в каталоге справа это первые три. Это издательство «Пирсон. Русское слово и просвещение». Здесь книги представлены в особой форме. Эфу, наверное, уже достаточно известная всем аббревиатура. Эфу – электронная форма учебника. То есть эти издательства сами разрабатывают несложную программную оболочку, в которой только и может быть представлен их учебник. Соответственно, покупается лицензия, одна лицензия на одно устройство. Будь то компьютер, планшет, ноутбук – это неважно. То есть если у вас в классе 20 учеников, значит, необходимо приобрести 20 лицензий на данный учебник, и, соответственно, каждая лицензия предназначена, загружается на одно устройство. То есть 20 учеников, у каждого свой компьютер или планшет, и туда загружается этот учебник. В целом эта программа, которую необходимо установить, она несложная. И действительно учебники там представлены в более интересной форме. То есть фотографии, например, открываются в большом разрешении, можно их рассматривать, очень интересно. В некоторых программах даже можно и кроссворды заполнять, на тесты отвечать. То есть это учебник такой вот уже живой, интерактивный учебник. Поэтому, конечно, такая форма тоже очень удобна. Ну, основная тенденция появления, связанная с появлением ЭФУ, состоит в том, что, наверное, вот то множество учебников, которые носит в портфеле каждый школьник, когда-то всё-таки должно заменить одно персональное электронное устройство, планшет, ноутбук, в которого и будут загружены все необходимые пособия. И эти книги, они доступны в любое время, в любом месте, неважно где, в школе или дома, они всегда в планшете у ребёнка будут, всегда будут доступны. Вот. И здесь образовательные учреждения и отдельные физические лица, родители, например, тоже могут приобретать такие ЭФУ. Эти издательства предлагают также ещё и видеолекции, тренажёры, справочники, словари. То есть у них не только учебники, да, но очень много дополнительных материалов тоже представлены вот в такой форме ЭФУ. Мы являемся официальными дистрибьюторами издательств «Просвещение» и «Русское слово». Специалисты библиошколы помогут учителям и библиотекарям сориентироваться в новом поле учебной деятельности и станут надёжными проводниками в мире электронной литературы. Чтобы вам, как пользователям, было интересно работать именно с нами, мы имеем возможность продавать ряд лицензий по сниженной цене. Вот такие у нас возможности, такие новые реалии нашей жизни. Особенно хочется обратить внимание на книги издательства «Русское слово». Их достаточно много у нас в библиотеке. И здесь важно понимать, что часть литературы, она представлена как обычный формат PDF, и она входит в базовую подписку и сразу доступна, а часть как ЭФУ. Так у нас в библиошколе представлено более 600 изданий учебной и методической литературы вот этого ведущего издательства России «Русское слово учебник». И вот более 450, то есть большая часть, 450 даже больше, они входят в базовую подписку и доступны сразу всем нашим читателям. А другая часть, меньше, примерно 150 изданий, она как раз представлена в форме ЭФУ, вот в виде такой издательской коллекции, о которой я выше говорила. И они уже приобретаются по дополнительной подписке. Да, конечно, вы можете оформить доступ к библиошколе в любой момент, когда вам удобно. Ну вот вы пишете в августе, понятно, как бы на будущий учебный год. Но вы знаете, вот мы проводим, видите, как бы казалось бы, в конце учебного года такой вебинар. Мы, конечно, проводим и осенью. Но почему? Потому что у нас очень много литературы, в том числе дополнительной. И летом дети смогут читать в электронном виде книги и для внеклассного чтения по тому списку, что дает преподаватель на лето. У нас много занимательной литературы. То есть здесь как раз библиотека, она не сугубо вот такая, как бы учебная. Но мы пошире даем литературу, так как, собственно, ее издательство и издает много интересных, занимательных таких вот изданий. Поэтому дети могут читать и приобщаться к этому миру и на летних каникулах. У них как раз, может быть, и больше времени будет. Вот как раз мы сейчас и поговорим о наших тематических коллекциях. Тематические коллекции – это, собственно, продукт уже нашего издательства. Они доступны сразу, доступны всем нашим читателям. Отдельная подписка – это только издательские коллекции. А это уже наши, здесь все доступно. Итак, тематические коллекции – это целостные систематизированные подборки научной, научно-популярной художественной литературы по разнообразным и интересным проблемам. На сайте представлено более 60 тематических коллекций, а это значит, что более 2000 книг систематизированы в такие подборки по самым разным дисциплинам, как естественно-научным, так и гуманитарным. Перечень и состав коллекции регулярно обновляется. В состав тематической коллекции могут входить и 20 книг, и 50, и 100 книг. Это зависит от широты проблемы, которой посвящена коллекции. В коллекциях мы стараемся осветить различные подходы к раскрытию, решению заданной идеи, заданной проблемы, разные точки зрения представить, дать экскурсы в прошлое, выявляющие причины, ну, например, каких-то исторических событий, а также и в будущее, чтобы увидеть последствия, а значит, показать значимость этого события для общества. И вот разные авторы, разные книги мы собираем вот в такие коллекции, своего рода группы по интересам, да, то есть кому что интересно, могут найти такие вот богатые коллекции. Все коллекции объединены в макроразделе, на них вы можете выйти и из оранжевого каталога, вот видите, до слева, внизу тематические коллекции, раздел. Все коллекции объединены в макроразделы, это естественные науки, история, литература, ой, извините, мировая художественная культура, ой, надо же, извините, пожалуйста, махнула, какое быстрое. А, я показываю. Также вы можете увидеть и осуществить переход в ту или иную тематическую коллекцию прямо со страницы описания той или иной книги. Вот, например, страница книги Жанна Д'Арк, Марк Твена. Внизу вы видите, да, после библиографических сведений, что книга находится в тематической коллекции «Доблесть и честь рыцарей и мушкетёры. Золотая коллекция». Соответственно, вы нажимаете на эту ссылочку и попадаете на страницу данной коллекции. Вот мы с вами сейчас на неё перейдём. И, конечно, здесь собраны романы, повести, то есть такие произведения, которые очень будут интересны в подростковом периоде, да, то есть это приключения. Вот как раз чтение на летний период. Также вы видите, здесь у нас есть кнопочки для обратной связи, можно оставить отзыв о книге или в целом о коллекции. Все ваши пожелания в автоматическом режиме приходят на мой почтовый ящик и всегда внимательно изучаются. А для тех, кто проявляет активность, мы имеем возможность начислять баллы в нашем интернет-магазине, где вы уже можете приобретать те или иные издания. Ну вот представлю некоторые тематические коллекции по литературе. Их у нас около 18 коллекций. Например, большая коллекция лучших сказок мира. В эту коллекцию мы постарались выбрать всё лучшее. Лучшие авторы, лучшие сказки, лучшие переводчики. Коллекция включает в себя более тысячи сказок народов мира, как народных, так и авторских, а также легенды, мифы и былины. Наряду с произведениями писателей, чьи сказки пользуются любовью детей и взрослых во всём мире, Пушкина, Андерсона, Киплинга, Гофмана, Бажены Немцовы, Лагерлёв, в коллекцию включены сказки писателей, незаслуженно забытых, но чьи произведения выдержали испытания временем. Дорошевича, Сомова, Вагнера и других. Из произведений великих писателей, например, Киплинга, мы включили не только полные тексты его знаменитых первой и второй книг джунглей, рассказывающих о приключениях Маули, но и его блистательные сказания «Старая Англия» о великанах, рыцарях, волшебниках. Также в эту коллекцию входят сборники «Русские народные сказки», «Японские народные сказки», «Украинские» и сборник «Сказки народов мира». Другая коллекция «Затерянный мир», «Золотая коллекция». Название этой коллекции дал всемирно известный культовый фантастический роман Кунан Дойля, и в это собрание приключенческой литературы включены произведения таких метров фантастики и приключений, как Хаггард, Уэллс, Жюль Верн, Луи Бусинар и многие другие. Многие из произведений, включенных в это собрание, являются образцом и талоном в любимых читателях жанрах фантастики и приключений. Дочь Монте-Сумы, борьба миров, межзвездный скиталец, дочь фараона, приключения в стране львов и многие-многие другие. У нас уже немножко время поджимает, я тогда чуть быстрее покажу. Также у нас представлена мемуарная биографическая литература, причем отдельные коллекции. Это мемуары и государственных деятелей, и ученых, и путешественников, художников и так далее. То есть это все отдельные коллекции. По истории 14 тематических коллекций. Например, коллекции «История России» в классических фолиантах. Это собрание фундаментальных многотомных трудов по истории России. Здесь представлены как обзорные работы по всей русской истории с древнейших времен, так и монографии, посвященные отдельным сложным и драматическим ее страницам. Среди авторов книг основоположники русской исторической мысли. Иловайский, Ломоносов, Милюков, Погодин, Покровский и многие другие. Коллекция древности российского государства включает 6 отдельных томов текста и плюс еще более 500 хромолитографированных таблиц с изображением предметов древнерусского искусства, которые собраны в отдельные тома иллюстрации. Это издание было составлено и вышло в свет по повелению императора Николая I еще в середине XIX века. Но в электронном виде мы можем прикоснуться к этому старинному изданию, которое прекрасно сохранилось. И вот вы видите и страницы этих изданий. Рисунки выполнены художником и археологом, академиком исторической и портретной живописи Федором Григорьевичем Солнцевым. В его акварелях с ювелирной точностью изображены символы государственной власти, оружие, костюмы того времени, памятники зодчества. Также отдельные коллекции литературы посвящены важным узловым моментам нашей истории. Первая мировая война, Великая Отечественная война, Последние дни императорской семьи. Здесь, в эти коллекции мы включаем произведения выдающихся, то есть лучшие выдающихся историков, политологов, писателей, которые раскрывают тайные загадки исторических событий, описывают личности правителей. Обязательным условием включения в коллекцию того или иного произведения является высокий уровень исследования, авторитет и талант автора. Также у нас представлены собрания сочинений наших выдающихся историков Крамзина, Костомарова, Соловьева, Ключевского, Сахарова. Есть коллекции по естественно-научной классике. Это прежде всего две коллекции классики науки. Они объединяют труды выдающихся ученых, математиков, физиков, астрономов, биологов, химиков. Эти книги были изданы в рамках двух книжных серий еще в советское время. Но именно здесь, в этих сериях, впервые в нашей стране были изданы многие классические работы известных ученых на русском языке, то есть был осуществлен их перевод. Инициатором создания этой серии был президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов. И здесь представлены многие оригинальные произведения. Также есть отдельные коллекции более такого занимательного, научно-популярного характера. Например, коллекция «Занимательные науки». Сюда входят книги, где обязательно, так сказать, будет вот это понятие стоять даже в названии. Эксперименты, описание различных опытов, которые, в принципе, можно провести либо в школьных, либо в домашних условиях. Задачи, такие на развивающего характера, всегда вызывают большой интерес детей. Головоломки для детей и взрослых. Здесь также представлены ребусы, занимательные задачи по математике и геометрии. Ну и наши коллекции, вот такой художественной направленности. Это коллекции, которые мы разрабатывали совместно с издательским домом «Комсомольская правда». В свое время выходили большие отдельные издания, книжные издания, а сейчас есть в библиотеке представленный электронный вариант этих изданий. Например, это такие серии, как «Великие художники», «Великий музей мира», «Путешествуй с удовольствием». И, например, вот эта серия «Великие художники». Здесь каждый из альбомов посвящен жизни и творчеству удающегося художника. Айвазовский, Брюлов, Воснецов, Крамской, Репин, Рерих, Суриков, Леонард да Винчи, Рафаэль, Беттичелли. Каждый альбом содержит более 50 иллюстраций, биографию художника, историю создания бессмертных шедевров, а также исследование их стилистических особенностей и техники исполнения. «Музей мира». Здесь каждый альбом рассказывает о конкретном музее или картинной галереи. В альбомах представлена история музейной коллекции, показаны ее шедевры. И, соответственно, читатель может увидеть и узнать историю знаменитых произведений искусства. Ну и последняя коллекция тоже может заинтересовать и педагогов дополнительного образования. Это наша серия «Музыкальная шкатулка». Представлено три коллекции нотных изданий для скрипки, флейты и фортепиано. Эти коллекции объединяют высокохудожественные образцы творчества западных и русских композиторов XVII-XX веков, заслуженно считающихся золотым фондом педагогического репертуара музыкальной школы. В книгах собраны музыкальные произведения разных стилей и эпох – порока, классицизма, романтизма, импрессионизма и музыки XX века. Вот, наверное, основные наши такие изюминки, о которых хотелось вам рассказать. Теперь я обращусь к вашим вопросам. Сколько стоит подписка для одной из школ? Она стоит порядка 30 тысяч. И дальше она уже варьируется по вашему выбору. То есть вы, например, можете выбрать раздел аудиокниг, можете его не включить и так далее. Есть свои подвижки. Также стоимость зависит от количества учащихся в вашей школе. Поэтому здесь целесообразно связаться с нашим менеджером. Вот сейчас на слайде вы видите и телефоны, в том числе есть бесплатный телефон. Есть электронные адреса наших менеджеров, которые вам подробно все расскажут уже в приложении конкретно к вашей школе. Получая, оплачивая подписку, вы имеете доступ ко всему контенту, к книжному контенту и вот в нашей библиошколе, исключая издательские коллекции, о которых я говорила. Вот они приобретаются за отдельную подписку. Это что касается книг. Аудиокниги также здесь идет варьирование. Кто-то берет в базовую подписку, кто-то исключает. Здесь уже зависит от вашего выбора, от ваших предпочтений. Большое спасибо за внимание. Сейчас тут, по-моему, еще есть вопрос. А, да, ну вот про ограничения. Ну так я вроде бы ответила на этот вопрос. Мы будем дальше разрабатывать наш ресурс. Будут осуществлены страницы, где мы бы хотели, чтобы наши читатели выкладывали свои материалы. Я имею в виду свои достижения, грамоты, может быть, фотографии своих мероприятий. Также планируем сделать персональную страницу учителя, где тоже вы можете представлять свои успехи, успехи своих учеников. То есть разрабатываем такие странички живого общения наших читателей, что тоже будет способствовать некоторому объединению своей аудитории вокруг нашего портала. Так, вроде бы, больше вопросов нет. Большое спасибо вам за внимание. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Наталью за сегодняшний вебинар. Я хотел бы отметить, что вебинары Наталья постоянно привлекает достаточно большое количество слушателей. Это здорово. В будущем году будем снова проводить совместные вебинары. Приходите к нам. Так, вот, Наталья, я вижу еще один вопрос появился. Школа получит необходимо, вот сколько у вас есть, например, тысячи учеников в вашей школе обучается, значит, вы получите именно такое количество логинов, паролей. Да, обязательно. Просто вы понимаете, что если вы регистрируетесь на сайте как учитель или библиотекарь, да, вы будете, вам будут доступны определенные инструментарии. Это касается, прежде всего, личного кабинета, инструментарий возможностей. Школьник, у него будет свой личный кабинет, да, это будет, как бы, сайт откроется со своей стороны. Вот, поэтому здесь есть свои различия, но вы получите ровно столько, сколько учеников, какая будет ваша заявка. То есть все это в договоре будет прописано обязательно. Ну что ж, теперь настала пора поблагодарить. Извините, Павел Юрьевич, а тут еще одно. Возможно ли чтение одной книги одновременно? Да, да. Одну книгу одновременно может читать любое количество наших подписчиков. Никаких ограничений нет. Я думаю, что ваш вопрос связан, наверное, с вашим возможным опытом библиотеки Литрес. Да, вот, действительно, там есть такое ограничение, там даже создается, в общем-то, искусственная очередь, что там вот книгу читают, находится в пользовании у кого-то, вы встаете в очередь, там, и так далее. У нас такого нет. Также в Литресе есть ограничения, то есть, например, там книга была прочитана, например, там 25 раз, и дальше уже нужно заново ее закупать. У нас такого тоже нет. Вы получаете подписку, например, годовую. Вся литература будет вам доступна весь период подписки. Сколько бы раз вы не обратились к любой книге, она всегда вам будет доступна. Никаких очередей здесь нет. Это вообще какая-то фикция на самом деле. Электронные ресурсы доступны всегда. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть, это круглосуточный доступ. Никаких ограничений здесь нет. Все. Ну что ж, я думаю, что вопросы все. Осталось поблагодарить наших слушателей и напомнить, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Приходите к нам на вебинары, будет интересно. Мы будем подбирать интересных спикеров для вас. И надеемся, что вы тоже нас не забудете и будете к нам приходить. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok